Керри, в случае полного выполнения Минских соглашений в ближайшие месяцы санкции с России могут быть сняты. Это явно противоречит моему заявлению, что Минск-2 буксует. Согласитесь, правильно? То есть получается у нас, что Минск-2 наоборот, форсируется максимально, что Эйнмайер, Керри, Оланды, да, и все кто угодно вылазят и говорят, давайте, 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 и будут сняты санкции. И некоторые говорят, зрада, блин, Керри зрадил, Обама зрадил, они совсем уже ебанулись там. Ну, это говорят только те, кто до сих пор не понял, что делается. Еще при Минске-1 некоторые особо умные люди расписали всю ситуацию и показали, как оно будет на самом деле. Потом при Минске-2 остальные люди наконец-то допоняли, шо к чему, в том числе и я тоже наконец-то при Минске-2 понял, шо к чему. И, ну, как бы чуть-чуть раньше, но тем не менее. И выглядит картина следующим образом. С одной стороны, Европа хочет весь вопрос замылить и как можно быстрее, чтобы все эти Минские соглашения были выполнены и попилить баблишко с Россией. С другой стороны, есть США, где Обама тоже пытается этот вопрос закрыть и замылить. Но, тем не менее, США не заинтересованы, не настолько, как Европа заинтересованы в том, чтобы вопрос был закрыт и замылен. США заинтересованы в ослаблении России. США заинтересованы в наведении мирового порядка. И даже со своей точки зрения какой-то умозрительной, абсолютно оторванной от реальности, Обама все равно нацелена на то, чтобы навести порядок, конечно же, чтобы был миру мир. Однако, противоречие штатовских элит и европейских элит зиждется в следующем, что европейские элиты без давления штатов давно бы уже сдали все абсолютно. Продали бы, поклялись на Каране и присягнули всем, кому только возможно. Потому что там деградация уже произошла глубочайшая. Соответственно, штаты, давя на Европу, необходимо испытывают желание идти на некие уступки, в том числе и Европе. И вот, согласовывая эти санкции, с самого начала еле-еле проталкивая их у европейцев, штаты вывели формулу Минских соглашений. И постоянно говорят России, что санкции могут быть сняты, если вы начнете выполнять. Само собой, это касается только санкций по Донбассу, по Крыму идут санкции отдельно. Они намного меньше, они вообще там безболезненные фактически, но тем не менее, факт таков. Керри не заявил ничего нового. Американцы постоянно говорят, выполните, вам простится, типа, как бы, вот вам будет конфеточка. Само собой, все прекрасно понимают, что Путин и московские элиты настолько неадекватны, что они могли бы уже давно все это выполнить. И санкции давно бы, при желании Европы, при некоторых уступках со стороны администрации Обамы, были бы сняты. Но есть два но. Первое но, это то, что эти санкции не настолько болезненны, как падение цен на нефть. А падение цен на нефть, это спасибо кому? Саудовской Аравии. Правильно, я говорю, что, ребята, когда вы празднуете, чарочку за Саудовскую Аравию надо выпить. И благодарить их должны. Ни Иран, ни Обаму, ни кого-то другого. У Обама цены на нефть не влияют. Это Саудовская Аравия. Хотя Америка является причиной того, что Саудовская Аравия сбрасывает цены на нефть. Ну, способствует этому процессу. Почему? Потому что сланец. Потому что сланец вытесняет саудитов, а саудиты, соответственно, ведут такую ценовую войну. Это один из факторов. Есть много других факторов, но этот фактор один из главнейших. По крайней мере, он все эти процессы запустил. Что касается второго фактора, который тоже играет против Кремля. Это его неадекватность, когда они постоянно срывают любое выполнение минских соглашений, пытаясь навязать свои дополнительные условия. Таким образом, тупя откровенно, они, конечно же, всю эту желаемую политику Меркель, Оланда, Обамы дискредитируют, ну и сводят на нет. Поэтому, как бы не хотел кто-то там кого-то сдать, предать, распилить, разделить, не получается. Потому что расисты не способны идти на уступки. Потому что они дебилы, которые копают себе могилу. И они будут копать ее до конца. У любого разумного человека, естественно, возникает вопрос. Когда Порошенко нам рассказывает о том, что есть армия крутая, которая воссоздана полностью. Спрашивается, зачем нам Минс-2? Минс-2 нам нужен был до того, как армия у нас фактически разваленная была, чтобы ее поднять. Ну вот подняли, хорошо по твоим словам, Петенька, что ты тогда теперь нам рассказываешь, что Минс-2, нету ему альтернатив. Во-вторых, хоть один пункт Минска, два или один исполнен, не один. И никто не собирается их исполнять. На протяжении уже практически год и сколько там месяцев, и четыре месяца. И дальше что? Никто не исполняет эти все пункты. Дальше-то что? Продолжают гибнуть люди, продолжается война, продолжаются военные действия. Что дальше? Эксперты прояснили, насколько реальны Миротворцы ЕС на Донбассе. Возникла такая идея, раз Минс-2 буксует, там не работает, трудно все это навязать, то давайте мы Миротворцев пригласим. ЕС сказала, ну мы типа не против. Вопрос лишь в том, что Миротворцы ЕС никогда ничего нигде не решают. Они никогда нигде не прекращают конфликты. Они лишь наблюдают за перемирием. Вопрос в том, есть у нас перемирие, нет у нас перемирия. Чем нам помогут Миротворцы ЕС? Не говоря уже о Миротворцах ООН. Эта тема давно была обсуждена, она уже неоднократно поднимается, Порошенко и его ребятами, для того, чтобы хоть как-то оправдать свои дипломатические провалы. Однако, даже если бы эта миссия была перспективной, ее разворачивание, ее эффективность вызывают очень большие сомнения. Кучма хочет, чтобы Кравчук сменил его в трехсторонней контактной группе. Кравчук поржал, конечно, над Кучмой и сказал, да иди ты нахрен, зачем мне эта вся фигня минская, потому что там же полный порожняк, и все это потом звали на того чувака, который это все затеял. И Кучма, получается, уже хочет съехать, потому что Минс зашел в тупик. Позорище, которое пытается протолкнуть Порошенко, изменив Конституцию, нарушив все законы и Конституцию страны, развалив фактически страну или инициировав этот процесс. Кучма с этим связываться не хочет, потому что Кучма хитрый жук. Хотя он создал всех этих Порошенок, всех этих Ахметов и всю другую поебень. Тем не менее, он полнее их. Он считает, что на старости зачем мне память, в которой я останусь, как тот, кто развалил Украину или способствовал этому процессу. Конечно же не хочу, поэтому говорит, а давайте, может, Кравчук туда поедет. А Кравчук говорит, да я что, дебил, конечно же, я тоже туда не хочу, потому что считаю, что этот Минск, он направлен против Украины. И получается, видите, вот такой тупик со всех сторон, когда Порошенко со своей пораженческой дипломатией зашел в тупики везде. В Штатах ему говорят, ты ничего не можешь, ты ничего не сделал. В Европе ему говорят, а что ты не можешь просунуть Минск-2, мы хотим торговать с Россией. В России ему говорят, просовывай это все, иначе все твои бизнесы заберем, все тебя и вообще тебя нахрен убьем и все такое. А в Украине ему говорят, мы тебя нахрен убьем, потому что ты, блин, сука, этот Минск-2 доиграешься. И ты пытаешься это все провернуть, чтобы разрушить Украину. А те, которые союзнички с ним продвигали Минск-2, говорят, да иди ты нахрен, сам отвечай за свой Минск-2, потому что, блин, это позорище. И выходит, он со всех сторон зашел в тупик. Вот такие вот делишки, да, это бывает, когда ты тупой, когда ты абсолютно бездарную политику всегда проводишь. Та же самая фигня и с Путиным. Сначала кажется, что это умный чувак, который какие-то хитрые многоходовочки делает, а потом оказывается, что он в тупике и все ему пизда. То же самое и с Порошонкой. Самопомощи типа раскол, потому что говорят, мы за Минск голосовать не будем, мы выходим из коалиции вообще, если примут эти минские договорняки. А часть говорит, ну не, мы из коалиции не будем выходить, потому что у нас тут свои олигархические договоренности. И вот этот вот срач сопряжен с чем? Понятно, с тем, что давят, давят на чуваков. Хотя 300 голосов для Минска 2 собрать все-таки. Но не тут-то было, не собрали, и поэтому затеяли ситуацию, когда обратились в суд, чтобы суд типа постановил, когда же, на какой сессии можно это принимать. И теперь согласились, что на этой сессии мы не будем принимать, а тянем на другую сессию. Но вы сильно не радуетесь, потому что это другая сессия может настать довольно-таки быстро. То есть это передышечка буквально совсем на чуть-чуть. И в феврале они могут вполне себе форсировать процесс проталкивания. Хотя хотели его еще в январе, потому что там давят Меркель и Оланд быстрее, быстрее, быстрее. Налоговая, ну а на Меркель и Оланд, сам не знаете, кто давит Путин. Через проблемы беженцев и через взаимные интересы, потому что у Путина тоже херово все. Порошенко отказ от децентрализации грозит масштабной войной с РФ. И это, пожалуй, самый главный показатель Минска 2. Вопрос знаете ли в чем? В том, что, представляете, президент страны, лидер страны пугает страну масштабной войной. То есть не Путин пугает Украину войной с собой, если не выполним Минск. А президент вашей страны пугает вас войной, если вы не сделаете так, как он хочет. Если вы не пойдете с ним на уступки и не нарушите конституцию, как он хочет сделать. И все законы Украины, если вы не согласитесь с ним, чтобы раздеребанить Украину. Превратить ее в федерацию. Охуенно, да? Ну, я не знаю. Наверное, такой прецедент в истории редкий. Действительно, когда лидер страны угрожает своей стране, что если она не сделает так, как надо, на нее натравятся российские войска. Ну, логично. В принципе, конечно. Да, если пойдут против Порошенко, то он может попросить Путина ввести сюда российские войска. Он же неоднократно, конечно же, такие угрозы ставил. Правда, здесь, конечно, уже все прямо откровенно говорится, прямым текстом. Нихуя себе. Что думаешь о том, что Яценюк призвал провести референдум по новой конституции? Это все логично, безусловно. Это хорошо, это затянет время. Я с этим только согласен. Но, как бы это сказать, вы же сами понимаете, Минский, другие вещи, ему постоянно на стрёме, постоянно на напряге, когда продаст Украину Порошенко, насколько быстро он продаст, насколько смогут помешать, протолкнуть эти голосования, либо не смогут. Мы увидели, что на него давят со всех сторон, он провалился во всех отношениях. Мы прекрасно видим, что эта опасность постоянно остается, и мы вздыхаем с облегчением, когда она растягивается во времени. Но вопрос, понимаете ли, в чем? С одной стороны, процесс потихоньку идет, ведь уже в первом чтении принято изменение, правильную конституцию. С другой стороны, мы понимаем, что процессы в мире идут, и не всегда против нас, а иногда прижимая Россию, сокращая ее возможности. А с третьей стороны, это рулетка. Да, это рулетка, друзья. Потому что в один прекрасный момент может такое случиться, что бац, и примут все эти изменения, бац, и пойдет, и пойдет, и поедет, и поедет, и по всем фронтам вас вот так кинут жестко. И вы просто будете сидеть в оцепенении и думать, а что дальше. И патриотические силы тоже будут в оцепенении, никак не смогут этому помешать, и с Украиной случится самое худшее. Вариант? Вполне себе вариант возможен. Поэтому растягивание времени не худший вариант, но проблема больше в том, а что мы хотим в конечном счете получить. Пока мы этого не поймем, все варианты, абсолютно все варианты, практически одинаковые. Они ведут в никуда. Правильно? Так мы куда идем? Никуда или куда-то? Зачем все эти жертвы были принесены? Куда мы идем? Где элиты, которые готовы сменить Порошенко? Ну то есть где все это выстраивание? Где объединение патриотов? Где, что, как, куда? Да, с учетом того, что происходит в мире. С учетом того, что, блин, непонятно президент какой будет. Если будет адекватный в США, супер. Если нет, то что дальше делать? А в Европе? Что все улучшится? Нет. Ну и опять же по поводу снятия санкций. Порошенко пригрозил, что, мол, если мы не это самое, то снимут санкции. И Путин нападет, и снимут санкции. Как могут снять санкции, если Путин нападет? Еще больше санкций ведут. Свифт заблокирует, согласитесь. Опять же, если мы выполним Минские соглашения, получается, мы развалим страну, и с Россией все равно снимут санкции. Так нахрена нам нужно выполнять этот Минск? В общем, зрада по всем фронтам, но зрада будет до тех пор, пока вы не поймете, что выходить от этой жизни, украинцы. Что дальше? Как дальше жить-те, быть-те в этом мире сложном? Вот так-то. А требовать выполнять Минские договорняки Запад может. Почему? Потому что элиты наши бездарные, нахопались бабла, а теперь вот отдавать и Минскими договорняками. Ну вот и все. Спасибо. Спасибо.